Между нами девочками. Так называется газета, презентация которой состоится сегодня. Эта газета была издана объединением родителей Мамин Клуб при поддержке Рижской Думы. И один из авторов материалов, которые там опубликованы, это врач-гинеколог Оксана Бабула, который я хочу пригласить к нам в студию. Оксана, проходите, пожалуйста. Мы вас ждем. Доброе утро. Давайте я вам помогу. Знаете, тут всегда это самое. Садитесь, присаживайтесь. Оксана, зачем нужно было выпускать такую газету? Александра, я могу сказать, эта газета очень важная и очень нужная. Потому что у меня была возможность общаться с девочками-школьницами несколько лет. В школах я проводила уроки. Девочки приходят с мамами или без мам ко мне на консультацию. И я могу сказать, несмотря на огромное количество информации в интернете, все-таки знают мало о репродуктивном здоровье, о гигиене. Какие-то основные элементарные вещи, как ни странно, девочки не знают. Газета великолепно сделана. Там освещены все наиболее важные вопросы, которые должны знать. Я считаю, что она очень нужна. И таких газет нужно больше. Вот смотрите, газета вышла как в бумажном формате, так и в электронном. Вот насколько важно, что она доступна и так, и так? Я считаю, что нужно и в бумажном, и в электронном, потому что наша целевая аудитория – это не только школьницы, но и их мамы. Несмотря на то, что школьницы делают вид, что они совершенно независимые, мнение мамы их абсолютно не интересует, дорогие мамочки, они вас слышат. Они действительно воспринимают информацию. Поэтому для мам, наверное, более удобно читать газету. И мамочка, прочитавшись и ознакомившись, лишний раз дочке напомнит. Или сходить к гинекологу, или обратить на себя внимание, или подчеркнет какие-то важные моменты в беседе. Оксана, расскажите немножко поподробнее, какие темы там действительно затракиваются, о чем рассказывает эта газета? Эта газета поднимает именно те вопросы, которые в основном я слышу у себя на приеме. Это, во-первых, вопросы об интимной гигиене, вопросы репродуктивного здоровья, контрацепции, что очень важно. Сейчас медицина идет вперед, все время появляется что-то новенькое, что-то интересное. Поэтому я всегда говорю, лишний раз зайти к гинекологу не помешает. Всегда нужно посоветоваться со специалистом. И действительно, я всегда рада, если дочка приходит с мамой. Очень много моментов, которые дочка должна знать о своей маме, о своих родственниках. Как у мамочки протекала беременность, как у нее проходили роды. И меня всегда удивляет, когда я у взрослой женщины спрашиваю, а во сколько лет вас мама родила? Какие были роды? Она говорит, не знаю, мы никогда в этом не говорили. Нужно говорить с дочками. И еще хотела бы обратиться ко всем мамочкам школьниц. Я хочу сказать, у нас с вами одна цель. Мы хотим, чтобы у ваших дочек было хорошее здоровье, и чтобы у них были здоровые детки, чтобы у вас были здоровые внуки. Поэтому я призываю к сотрудничеству. И я очень рада, что есть такая газета. И я надеюсь, что будут еще следующие номера газеты. Потому что тем много интересных, много о чем можно поговорить, обсудить. Много специалистов можно пригласить. Не только гинеколога, психолога, может быть, еще и дерматолога. И обсудить, поговорить. И мне кажется, что эти газеты девочки обсуждают между собой, может быть, в переменах. И обсуждать со своими подругами. И это очень здорово. Это очень прекрасная вещь. Эта газета, которая доступна как на русском, так и на латышском языке, будет распространяться в школах. Вот, Оксан, вы работали с девочками-школьницами, вы читали им лекции. Насколько это действительно эффективный канал связи? Как вам кажется? Это, я думаю, самый эффективный канал связи. Потому что все девочки с 7-летнего возраста ходят в школу. И, конечно же, именно так лучше всего донести до них информацию. И я уже сейчас вижу плоды своих трудов. Девочки, которым я проводила уроки, приходят ко мне на консультацию. И я вижу, что что-то у них в голове осталось от того, что я им рассказывала. И это очень приятно. То есть, таким образом они действительно ее получат? Действительно, да. И действительно что-то запоминают. И, вы знаете, даже приводят своих мам. И даже говорят мне, вы знаете, моя мама очень много чего не знает. То есть, это как раз таки тот самый инструмент. Это очень здорово, да. И газета, мне кажется, как раз таки то, что она в бумажном виде. Ты можешь положить ее раскрыть на том месте, где тебе та статья какая-то понравилась или затронула. И потом с мамой обсудить. Да, это очень хорошо. Оксана, газета о женском здоровье. Ну, по сути. Вот с какого момента важно начинать заботиться о своем женском здоровье? Потому что мы говорим о девочках-подростках, о мамах. А какой же это возрастной период, когда, да, надо начать? Начинать нужно с рождения. Заботиться о здоровье девочки, конечно же. Ну, естественно, начало полового созревания это такой самый важный момент. То есть, это в районе от 9 до 12 лет, когда действительно маме нужно много чего рассказать дочке. И дочка еще пока идет на контакт, еще пока слушает. И я думаю, вот это 9 лет, тогда это тот возраст, когда нужно начинать уже говорить. Потому что потом это уже довольно поздно. Потом начинаются гормональные бури, начинаются эмоции, мамы перестают уже становиться авторитетом. Здесь вступаем уже в игру, так сказать, мы, гинекологи. Да, и всегда всех призываю, не надо ждать, когда начнутся проблемы. Нужно идти к гинекологу. Я очень рада, что в этой газете поднята тема, очень важная на сегодняшний момент, это вакцинация от вируса ХПВ. Я считаю, это нужно всем делать. Нужно информировать мам, которые как раз-таки и подписываются от бумаги о том, что они разрешают своей дочке сделать эту вакцину. Я считаю, что это очень-очень важно. Вот смотрите, газета называется «Между нами девочками». И хотя вы только врач-гинеколог, но вы сталкиваетесь с этими молодыми людьми, для мальчиков нужно тоже такую газету выпустить? Безусловно. Вы не можете себе представить, что творилось, когда я проводила уроки девочкам. Мальчики рвались в класс, они хотели задать вопросы, они подходили ко мне после урока и спрашивали, их интересовало все. Я была в восторге, мне это было очень приятно. А что больше всего их интересовало? Конечно же, их интересует контрацепция. Их интересует все. Но здесь, пожалуй, нужен мужчина, чтобы с ними разговаривал. И я думаю, что это было бы очень здорово, именно привлечь мужчин, врачей к такой беседе с мальчиками. И личной беседе, и в виде статьи в газете, или в электронном виде. Это очень важно, действительно. Вы считаете, что тогда лучше, чтобы с ними говорили мужчины? Да, я в этом уверена. Врачи, да? Девочки с девочками, все-таки такой возраст деликатный, и им будет удобнее задавать различные вопросы. И было бы замечательно, если бы мальчики тоже знали и о той же контрацепции, о физиологии женщины, о рождении детей, и об ответственности все-таки, которая на них ложится. Ну вот такой разговор между нами девочками этим утром состоялся. Оксана, спасибо, что присели так рано. Хорошего вам дня!